В Аргентине сегодня объявлен национальный праздник, чтобы граждане страны, согласно заявлению президента Фернандеса, могли отметить торжество жизни и демократии и солидарность с аргентинским вице-президентом Кристиной Кишнер. Вчера вечером было покушение на ее жизнь. Когда Кристина Кишнер возвращалась в свою резиденцию и выходила из машины, к ней вплотную подошел преступник, навел дуло пистолета на ее голову. Пистолет был всего в нескольких сантиметрах. Преступник нажал на курок, но пистолет заело, выстрела не последовало. Покушался на убийство бразилец в 35 лет, живущий в Аргентине. Кристина Кишнер единственный, наверное, в мире вице-президент, который не только популярнее нынешнего аргентинского президента, но и является намного более важной политической фигурой. Она сама была президентом с 2007 по 2015 годы, а впервые стала широко известна стране в качестве супруги предыдущего президента. В 2019 году она выдвинулась на пост вице-президента вместе с кандидатом в президенты, вот Фернандесом. Их избрали, но у Фернандеса сейчас скандально низкий рейтинг. А Кишнер, вполне возможно, станет президентом еще один раз в недалеком будущем. Кристина Кишнер, представитель левого движения, она очень популярна, хотя ей в то же время может и грозить тюрьма по обвинениям в коррупции. Обвиняет ее в том, что когда она была президентом, она направляла государственные заказы строительной фирме друга ее семьи. Сегодня опубликовали список всех документов, которые были конфискованы в ходе обыска в гольф-клубе Трампа. Оттуда были вывезены 11 тысяч документов, причем перемешанные местами с журналами, вырезками из газет, с книгами, сувенирами и также, да, с предметами одежды. Предполагают, что в частности с носками. В коробках, маркированных как секретная документация, тоже были всякие посторонние вещи. Также были и пустые файлы, маркированные как содержащие секретную информацию, но пустые. На этом наша передача подошла к концу. Я прощаюсь с вами до вторника. До свидания.